В эфире Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Предстоит отремонтировать аэропорт, восстановить дороги, системы электро- и водоснабжения. Серьезные федеральные средства в ближайшие годы направят на Соловки. Таков итог трехдневного визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в наш регион. Взлетно-посадочная полоса изношена на 70%. В крайне изношенном состоянии есть сети водоснабжения и водоотведения. Проблемами архипелага занялся лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его визит на Соловки длился три дня. Архитектуры, замечательные образцы нашей национальной и материальной культуры были порушены или же сильно претерпели различного рода разрушения, которые необходимо сегодня исцелить. Вопросом развития Соловков посвятили большое рабочее совещание. В нем приняли участие зампредседателя правительства страны Ольга Голодец и три федеральных министра. Министр регионального развития, министр строительства и ЖКХ, министр культуры. С 2015 года на реставрацию памятников Соловецкого архипелага будут выделять по миллиарду рублей в год. Министерство культуры направляет порядка 800 миллионов рублей на памятники истории архитектуры и 300 миллионов рублей на объекты жизнеобеспечения направляет Министерство регионального развития. В итоге в нашей совместной работе должны появиться новые объекты, должна появиться система водоснабжения, водоотведения, в перспективе утилизации бытовых отходов, то есть все, что необходимо для комфортной жизни. Самое сложное и дорогостоящее – энергообеспечение Соловков. Кабель планируют прокладывать под водой от летней золотицы. Средства еще предстоит найти, поэтому принято решение сформировать комплексный план по развитию Соловецкого архипелага. Мы обсудили вопрос, как мы будем решать транспортную схему. Это, конечно, и аэропорт, и морская составляющая, и даже восстановление дорог. И есть наметки, в том числе по финансированию. Дано поручение вице-премьерам на начало строительства в следующем году новой больницы. Напомним, решение по восстановлению архипелага принял президент Владимир Путин после обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. К слову, опыт развития таких территорий в стране есть. Он успешно применялся на Валааме.